Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Сейчас я нахожусь в настоящем царстве милых и пушистых зверей. В этом выпуске мы расскажем вам о первом в России тайм-кафе с кроликами. Покормить милых кроликов морковкой, узнать интересные факты об этих животных на увлекательной экскурсии и просто хорошо провести время в приятной атмосфере. Все это можно сделать в Зай-кафе. Первое в России тайм-кафе с кроликами рассчитано на представителей разных возрастов. Помимо общения с питомцами, посетители могут сыграть настольные игры и PlayStation, принять участие в творческих мастер-классах, выпить чай или кофе со сладостями. О том, как возникла идея создания такого необычного места, нам рассказала главный эксперт по кроликам Зай-кафе Элиза Демищук. На самом деле все было просто. В Москве уже существует кота-кафе. Это такое же анти-кафе, только с кошками. Наши учредители просто решили, а почему бы и нет. Кролики это тоже мягкие создания, которых любят гладить люди. Все просто. Тем более такое же кафе есть в Японии. Мы пошли дальше, наших японских коллег. И в нашем анти-кафе можно еще и развиваться. Когда люди приходят к нам в гости, я встречаю их, рассказываю им про всех кроликов, про все породы, как с ними обращаться, как с ними жить. И люди образовываются в этом кафе. Плюс можно попить чаечек, кофеечек, как и в любом анти-кафе. Шоколадка, чуй, бэтмен, верблюд. Такие необычные имена у подопечных Зай-кафе. Сегодня здесь живут 15 кроликов. У каждого из них свой характер. Кто-то общительный и ласковый сам по себе, а кто-то пойдет на контакт, только если ему показать кусочек аппетитной морковки. Вот эта девочка на руках у меня. Ее зовут Шоколадка. Порода ее называется Карликовый Рекс. На самом деле даже внешне видно, что шортка отличается от обычных кроликов, которых мы привыкли видеть. Она такая шиншиловая. На ощупь это самый мягкий наш кролик. Все дело в том, что у нее длина ости и подшортка одинаковая. А подшорсток это же самый пух такой, который находится обычно на нижних слоях шубки. У нее это все прощупывается, поэтому она просто как облачко. Ее безумно любят посетители. Это прям наша звезда. Обычно приходят, чаще всего девушки. Они просто, когда доходят до корзины с шоколадкой, они просто запускают свои пальцы и все. Все. Они проводят минут 30 только с ней. Зайкафе очень ответственно подходит к уходу за своими подопечными. Кролики регулярно бывают на ветеринарном осмотре. За их внешним видом и питанием постоянно следят специалисты. Плюс каждый посетитель должен соблюдать определенные правила, чтобы общение с милыми животными доставляло удовольствие не только людям, но и самим кроликам. Каковы правила посещения вашего места? Первонаперво мы отправляем помыть ручки, потому что кролички это животные нежные, у них очень слабый иммунитет. Чтобы не принести никакую инфекцию, чтобы они ничем не заболели, самое первое, что нужно сделать, это помыть руки. Также мы не разрешаем здесь сниматься вспышкой, так как они могут испугаться. Еще мы не заходим в комнату с едой, так как у нас еда только сладкая. Грызунам категорически нельзя есть сладости, у них нет фермента, переваривающего сахарозу, поэтому кормим мы их только морковкой, только сеном и только кормом, чтобы ничего не произошло, никаких казусов, никаких болячек и болезней. Наверное, это все правила, которые у нас есть. Самое главное, это гладить кроликов, общаться с ними, потому что они этого ждут, они знают, что к ним придут гости, они к этому готовы. Зайкафе радует своих посетителей уже год. Прийти и пообщаться с кроликами можно ежедневно с 11 утра до 11 вечера. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok